Всем привет! Вы находитесь на канале Рыков Симрейсинг. С вами Дмитрий и сегодня мы осваиваем исторический трек Риверсайд версия Лонг. Этот трек находится в Америке. К сожалению, сейчас он находится в полузапущенном состоянии, но мы сегодня проедем на МАЗе MX-5 ростер кубковой версии 160 лошадиных сил, двухлитровый атмосферный двигатель. И проедем сейчас онлайн гунку по этому треку. Сейчас будет дан старт. Квалифицировался я и стартую, по-моему, с восьмой позиции. Все едут очень плотничком и сейчас, 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 сейчас будет дан старт. Все едут очень-очень плотно. Вот удалось мне сейчас вырвать буквально состав на позицию. Впереди я вижу, что там буквально автомобили. Опа, опа! Что это, что это, что это, что это такое? Смотрите, это большой завал, большой завал. Ну ничего, продолжаем дальше движение, хотя я и сместился на страшную позицию. Назад опять, опять мне не везет. И вот такая вот ерунда творится. Ну ничего, сейчас будет борьба, сейчас будем стараться отыгрывать позиции. Так должно быть интереснее. Вот сейчас я сижу на хвосте у одного соперника, пытаюсь его обойти по внешней части. Сейчас приближаемся к сложному повороту. Ну что такое, зачем? Зачем опять? Вот эти вот постоянные завалы, это просто... Я думал, эта гонка будет легкой, потому что автомобиль простой, автомобиль маломощный. А здесь происходит просто кошмар, что творится. И, к сожалению, вся подготовка, вся тренировка идет коту под хвост. Потому что какие-то непонятные здесь соперники. Уф, я на 16-й позиции. Я практически 10 позиций отдал, но сейчас буду всех догонять. Гонка продолжительностью 20 минут. 20 минут, это примерно 10 кругов. Круг проходится за 2 минуты. Сейчас приближаемся к интересному повороту, который является частью бенкинга. И будем его очень аккуратно проходить. Он имеет определенный наклон специально для того, чтобы автомобиль на повороте не срывался. И вот сейчас вижу там впереди. Соперник буквально там выезжает на песок. Мы выходим из бенкинга. Скорость 178 км в час. Пятая передача на шестую на этой трассе. Даже переходить не буду. Здесь механика. К сожалению, вот оно происходит так. И, если заметили, то я сейчас подключил инженера, который мне подсказывает, где какой автомобиль находится. Но чувствуется толку мало. Потому что то, что сейчас происходило на старте, это какой-то кошмар. Вот сейчас едем параллельно боковым с автомобилем, с соперником. Он сейчас находится сзади меня. И сейчас опять будет сложный поворот. Внутри идем параллельно. Внутри идем параллельно. Что что такое-то? Всех разворачивает. Что творится вообще? Я перемещаюсь на тринадцатую позицию. У меня такое ощущение, что здесь собрались просто какие-то отчаянные ребята, которые лишь бы покатать во что-то. И они выбрали вот эти вот Mazda. И здесь очень важно не убирать ногу в медали газа. И очень важно проходить так, чтобы не было ошибок, чтобы не терять скорость. Автомобиль маломощный, набирает скорость очень долго. Поэтому здесь нужно стараться, стараться ехать очень аккуратно. И все, что сейчас происходит, все происходит ровно счетом наоборот. Аккуратно не едет никто. Впереди соперники. Я его сейчас постараюсь обойти по внешке. Да, у меня это получается. Что же это такое? Что же это за заезды такие, когда просто-напросто биг-бэнки происходят? Биг-бэнк это большой завал, принятый. Вот здесь вот колеса разгружаются. Очень важно зайти в поворот на хорошей скорости, но при этом не превысить ее, чтобы автомобиль не перелетел через эту порту. Иначе его можно упустить, потому что автомобиль буквально подлетает на дорогу и его уже не держат. Так же точно, как и в этом повороте. Здесь много таких на самом деле участков. Где нужно идти ходом, здесь постоянно нужно идти на газу. Убрал ногу с газа, это означает, что потеря скорости. Потеря скорости, значит потеря времени на набор, это скорости. А в Томби, еще раз говорю, очень маломощный, поэтому приходится. Постоянно, постоянно стараться. Вот смотрите, впереди опять завал. И опять все повлетали, и я снова на одиннадцатом месте. Вот такая вот гонка, когда просто-напросто все, вот сзади соперника, как раз все норовят сделать что-то не страшное. Здесь трасса широкая, здесь поместится 10 автомобилей поперек. Как можно на этой треке устраивать такие биг-бэнги, которые сейчас устраиваются соперниками? Я просто не понимаю, для меня это просто загадка. Так, едем по бэркингу, едем по инсайду. Выходим на аутсайд. Скорость 170 км в час на выходе, она не такая большая, как должна быть, потому что у меня подвижен на аэропресс. И я не могу сейчас нормально ехать, и сзади меня нагоняет соперник, он буквально сидит на хвосте. Впереди соперник, я смотрю, потерял в какой-то причине скорость. Мне его сейчас надо будет аккуратненько, чисто обойти. Потерял я здесь скорость, вот о чем я и говорил, как раз я зашел в этот поворот, и автомобиль буквально подлетел на дорогу, а сейчас сзади меня сидит соперник. Буквально на хвосте сидит, и причем там сидят уже несколько соперников, и они просто жаждут меня обойти и обогнать. Я сейчас занимаю выгодную для себя внутреннюю траекторию позицию, выгодную для того, чтобы защитить свою позицию. Но при этом... Естественно, это не самый удачный, с точки зрения скорости прохождения поворотов траектории. Прямая, прямая, длинная, прямая. Здесь вся трасса из вот этих длинных, широких, прямых. Сзади накатывают соперники целых два автомобиля. Накатывают серьезно, у них хорошая скорость, они сидят с ним в стриме. На втором боке слева. Я во внутренней траектории защищаю свою позицию, и заканчиваю очередной круг, и выхожу на пятый круг. Впереди 6 кругов и 12 минут. Соперник сидит очень близко, очень близко. Сейчас самое главное, чтобы он меня не сбил. Потому что обогнать себя я постараюсь ему не дать, но у меня нет такой скорости. У меня поврежден аэрообъезд, поврежден бампер, и автомобиль потерял эффективность. Неплохой получился выход. А мы продолжаем, продолжаем гонку. Девятая у меня позиция, в десятку я попал. Это уже хорошо. Левой ногой подтормаживаю, вхожу в поворот. На полном газу выхожу, и сейчас я буквально просто корректирую рулем. Сейчас соперник будет предпринимать атаку меня, потому что он сидит в зоне слив стрима, и у него есть возможность меня нормально обойти. Потому что дорога широкая, и у него будет сейчас запас по скорости. Вот смотрите, сейчас он будет выходить в атаку. Да, пошел, пошел. Получится у него, и не получится, потому что впереди фэнкент, а я нахожусь внутри. Удяйте лайн, клея лев. Клея лев. Клея лев. Клея лев. Так, и смотрите, что творится. Теперь сейчас у меня скорость больше, чем у соперника, и я к нему приближаюсь на таком же сипстриме. И постараюсь тоже атаковать. Естественно, атаковать буду. Что сейчас и происходит. Специально занимаю в другом нею к следующему повороту позицию. Сейчас идем параллельно. Ну уж какая напряженная борьба, казалось бы, в поломощной машинке. 160 лошадиных сил, тонны веса. А сколько, сколько борьбы. И снова соперник у меня на хвосте. Он не дает мне возможности продохнуть. Эта зеленая паста просто водячит у меня в зеркале садего вида. Надо будет каким-то образом, я даже не знаю. Как же, как же, как же удержать вот эту вот свою позицию. Я перешел на восьмую. Соперник впереди ошибся, улетел. И я перееду на восьмой позиции. И теперь мне нужно приблизиться к седьмой позиции для того, чтобы воспользоваться его сипстримом. Тогда я смогу немножко оторваться от своих преследователей. Но это будет сделать сложнее. Естественно, это очень сложная задача. Сзади две зеленых Мазды. Теперь у меня маячат две. Была одна, теперь две. Но я приближаюсь к впереди идущему и чувствуется, я вот сейчас цепанулся в стрим, потому что я чувствую, как я сейчас сижу и приближаюсь к своему сопернику. Но и мои соперники сзади, мои догоняющие, они тоже меня догоняют. Кто будет атаковать первый, я или они? Смотрите, как близко. Смотрите, какая сейчас борьба идет. Здесь нужно поворачивать настолько плавно, чтобы не было никаких проскальзов. Проскальзов нет потери времени. Проскальзов нет потери времени. Удалось, удалось пройти, сложнейший поворот, я бы на самом деле нигому не советовал в этом повороте делать так, как сделал сейчас я, но мне удалось пройти своего соперника за счет немножко, наверное, такого нахальства в этом повороте. На полном газу я выхожу сейчас, и снова, снова сзади меня сидит зеленая Мазда, что ж такое-то, тогда же я от нее избавлюсь, сейчас он будет атаковать меня, скорее всего он может вырваться вперед, я не смогу ли его обогнать. И теперь я нахожусь в зоне слепстрима, напряжение было такое, что я даже не мог комментировать происходящее, и все-таки на банкинге мой соперник меня оборожал, но сейчас я сижу у него на хвосте, буквально, буквально в каких-то ноль секундах, это очень мало. Смотрите, его немножко заносят, и я его отхожу по... Дайре прямой. Какой, какая борьба, какая борьба сейчас самое главное, чтобы... Никто ни в кого не влетел. Ну вот, ну вот, ну зачем, зачем ты меня бьешь? Я же тебя не касался, друг. Очень, очень напряженная гонка, очень удивительно напряженная гонка. Клик на рейт. Вот так вот, из таких вот маленьких, небольших, маломощных машинах бывают классные, просто потрясающие заезды, в которых борьба идет очень напряженная, причем чувствую напряженнее, чем в каком-нибудь ГТ-3 или что-нибудь подобном. Еле-еле унижал сейчас автомобиль. Слава Богу, отбился от зеленого соперника, он сейчас отскочил немножко от меня дальше, и из-за ошибки он, к сожалению, сменил несколько позиций. Слава Богу, отбился от зеленого соперника. Они друг друг за дружкой, они идут в стриме, они друг другу помогают. Они сидят очень плотно друг к другу. Поэтому, скорее всего, они меня смогут догнать, несмотря на то, что я от них оторвался более чем на секунду. Автомобиль маломощный, как я уже говорил, для того, чтобы не терять скорость, нельзя допускать проскальзывание, нельзя допускать потерю скорости за счет торможения. И все нужно идти максимально ходом. Где-то, где-то просто необходимо рулем подруливать себе, чтобы выправить автомобиль, но не отпускать ногу с педали газа. Очень-очень важно на этом маломощном автомобиле скорость не терять. Это просто золотое правило. Все делаем ходом, все делаем ходом. Даже вот здесь вот на полном газу, на полном газу я аккуратненько прописываю эту дугу. Задний автомобиль уже приблизился ко мне менее чем на секунду. Я очень боюсь, что он попадет в зону моего слепстрима, и нам придется еще с ним побороться. А впереди, на самом деле, нас ждет один или два круга, и все, и гонка будет закончена. Эта сложнейшая гонка на простейших автомобилях будет закончена. Я сейчас показываю лучший круг. 0,2 секунды снял по сравнению с предыдущими кругами. Вышел из двух минут на этом круге. Это здорово, в квалификации я не мог выйти из двух минут. Но, видимо, здесь я еще более вкатился. Позиция у меня седьмая. Из 20 пилотов. 20 пилотов вышел на старт. Если помните, то стартовал я восьмым. А в процессе гонки, к сожалению, откатывался даже на шестнадцатую позицию. Все, сзади меня сидит соперник, сидит очень плотно. 0,5 секунды его... ...отделяет от меня. И снова сейчас мы дошли до того, что мне необходимо будет защищать свою позицию. Все, на полном газу. Я даже с так... с доворотом снова выхожу из этого виража. И соперник сидит в зоне слепстрима. К сожалению, у него сейчас будет возможность меня обогнать. Ушел я сейчас в зону слепстрима. Это последний круг. У меня седьмая позиция. Я очень надеюсь на то, что мне удастся сейчас нормально, нормально закончить эту гонку. Соперник сидит очень плотно. Я закрываю внутреннюю часть бенкинга. Поеду сейчас по инсайду. Не дадим. Это последний круг. Не дам я сопернику сейчас себя обогнать. Нет? Нет, ну что такое? Что это такое было? Что это было такое? Зачем он меня коснулся? Вот так вот, вот так вот. Он меня коснулся, но при этом, заметьте, уступил мне позицию. Но из-за вот этого касания, к сожалению, я потерял две позиции из-за того, что меня обогнало два соперника перед финишем. Это была чудо какая-то, напряженная гонка. Это действительно было очень круто. На Маздах бывают веселые ивенты, и вот сейчас я просто-напросто расплываюсь в улыбке от того, что тут тех эмоций, те радости, которые... Это небольшая гонка на маломощных автомобилях, на старой трассе практически списанной, которая сейчас уже используется только для каких-то небольших внутренних соревнований с ужаснейшим асфальтовым покрытием. Вот такая гонка принесла классные эмоции, классный заряд такой в бодрости. Вот. Ну, всем спасибо. С вами был Дмитрий Рыков. Вы были на канале Рыков Симрейсинг. И увидимся в следующий раз на следующих виртуальных трассах. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok